Все, что связано с собой, мысли о себе, разрушают возможность побеждать судьбу. Мысли о другом, служение старшим, благословление младших, общение с равными, такое духовное, возвышенное. Не обсуждение политики, а возвышенное общение с равными. Думать о возвышенных вещах, это дает возможность вдохновиться, появляется энтузиазм, желание жить. Желание жить означает энтузиазм. Энтузиазм крайне необходим в нашей жизни, без него невозможно жить. Эй, товарищ, больше жизни означает энтузиазм. Больше жизни означает больше веры. Если нет веры, значит нет энтузиазма, человек должен верить во что-то в жизни. Дальше. Когда человек уже погружается в молитву, очень важно понять, что самое большое препятствие – это невнимательность. Невнимательность исходит от отсутствия памяти. Если человек не вспоминает святость, не вспоминает святость, то ум будет занят чем угодно. Он в магазин пойдет, надо срочно готовить детям. Все еще спят, может, я им мешаю. И так далее. У ума будет тысяча мыслей, кроме святого человека, кроме того, что ему надо кланяться. Я хочу быть таким же, как ты. Я хочу жить так же, как ты. Я хочу почувствовать твою чистоту. Я хочу тебе кланяться. Я хочу выполнять твои заповеди. И так далее. Очень много может быть мыслей о святом человеке. Эти мысли, они воскрешают сердце, делают его наполненным радостью. Это напоминание. А? Нет, нет, напоминание просто. Что завтра будет такой день необычный. 11-й лунные сутки – это необычный день. В этот день очень сильно сгущается атмосфера. Ну, как бы, в этот день опасно совершать переезд. А завтра как раз лечить в Москву. И корова мне напомнила. Говорит, а что завтра в Москву-то? Завтра же 11-й день. Ну, что делать? Так спланировали. Невнимательность означает отсутствие памяти. Память сосредотачивает ум. Если вы чувствуете, что не можете сосредоточить на молитве, значит, вы не вспоминаете отношения с этим святым человеком. У вас недостаточны о нем знания. Вы плохо читали его, ни сглубоко, ни внимательно читали о его жизни. Найдите какой-нибудь фильм о Сергеи Радонежске, если вы как бы его икону ставите. Посмотрите его, попытайтесь почувствовать эту личность. Хотя бы как артист почувствовал. Попробуйте вдохновиться этой личностью. Или вспоминайте, как вы были, допустим, в святом месте. Не сидите тупо просто повторяя молитву. Это не поможет никогда. Нужны эмоции. По этой причине человеку на первых этапах духовной жизни обязательно нужно включать голос духовно развитого человека или человека, который просто занимается духовной практикой. Это дает огромную силу в духовной жизни. Это сильно помогает. Я это делаю уже много лет. Несмотря на то, что я сам могу молитву, я концентрированно читаю, не отвлекаюсь ни на долю секунды. Но если я читаю вместе с возвышенной личностью, то это в тысячу раз лучше. Поверьте мне, в тысячу раз лучше. Голос, звук — это самая большая сила, спасающая человека. Звук. Звук — это самая большая сила, влияющая на пространство. Звук меняет пространство. Раньше древние ученые могли с помощью звуков определенных разгонять тучи или собирать тучи, чтобы дождь шел. Они могли звуками исцелять человека. Тонкие каналы психические тоже на звук настроены, на определенные вибрации. Например, мне очень трудно вас всех настроить на лекцию. И у меня есть, допустим, определенные вещи, которые дают мне правильные вибрации. Вот это камни драгоценные, которые стоят на пальцах. Некоторые девочки молодые смеются, когда видят, они думают, что это фенечки. Но это не фенечки, это инструменты для того, чтобы побеждать судьбу. У меня есть еще одно приспособление. Это корень дерева определенного, у которого психическая конституция такая же, как у меня. Он засушен, этот корень имеет энергетику, которая активизирует психику мою так, как надо. Пробивает тонкие каналы. Я оставлю этот корень. Он 16 часов может работать. Через 16 часов все, он теряет силу, как батарейка. И пока он стоит, у меня много энергии, я могу активно действовать. Видите, важно знать, как действует природа. А? Корень как заряжается? Жизнью. Он растет, и у него такая же конституция, как у меня, психическая. Если корень этот срезать, высушить, то у него энергия, психическая энергия, она такая же, как у меня, но энергия у дерева в 10 раз сильнее, чем у человека. Поэтому маленькая такая таблеточка, ее хватает, чтобы силы было у человека очень много. Ну а что с ней делать? Солите ее, что ли? Я просто вам говорю разные вещи, которые вы должны знать, потому что вы образовываете же. Не обязательно вам всем корни ставить к одному месту. Вот. Вы не сможете определить. Из 200 деревьев только одно подходит. Это наука серьезная. Как называется? Пока никак не называется. Эту науку я создал. 20 лет уже ее изучаю. Я изучаю влияние тонкого тела на человека. Что плохо влияет? Хуже всего на свете на человека влияет, когда он с любовью, с радостью общается с грязным человеком. Когда человек имеет очень близкое и нежелательное общение с кем-то, когда он слушает сплетни очень внимательно, когда он очень внимательно слушает того, кто оскорбляет другого человека, поносит. Когда он слушает человека, когда тот говорит, что все плохо в жизни вообще, продуктов нет, все дорого и так далее. Когда человек внимательно слушает с любовью вот такого человека, это самое ужасное, что может быть в жизни. Это разрушает разум. А без разума жить невозможно. Поэтому, когда человек слушает новости, все эти программы, которые говорят там о каких-то плохих вещах, если он это слушает очень внимательно, то он пропитывается негативизмом, пессимизмом, апатией, страхом, злобой и так далее. Всеми эмоциями, которые разрушают потом его жизнь. Ничего страшного, надо спокойно, то есть понимаете, все зависит от вас. Если вы, допустим, уши свои не приковали к этим словам, то ничего и не произойдет. Просто простите их родителей, относитесь к ним с позитивной нисходительностью. То есть вы как бы киваете им головой, смиренно победите себя, но не пускайте это в уши. И тогда никак не подействует. Но если вы как бы слушаете это очень внимательно, тогда меняется вся ваша психическая структура. Этот звук вас переформирует, ваше пространство внутреннее. Вы заметили, что вы послушали, допустим, лекции, вдохновились, начали слушать лекции. Это мы их товарищи, больше жизни, рано встаем, все. Потом с другом своим встретились, с близким, вы говорите, вот такие лекции. Он говорит, а это все ерунда. И у вас ба-бам, на следующее утро вы уже не можете встать, все. Энтузиазма нет, по нулям. И вроде бы вы не хотели, чтобы так было, а вот так просто произошло. Нежелательное общение является самой страшной разрушающей силой в жизни человека. И еще более страшной разрушающей силой являются сплетни, сплетни, направленные на старших. Если вы идете за кем-то духовно старшим, и вы начинаете слушать, изучать сплетни об этом человеке, то вся духовная жизнь будет разрушена. А хочется же, да? В этом заключаются проблемы. У меня было несколько случаев в моей жизни. Я в Индии жил в одном святом месте, и одна женщина, очень возвышенная, пришла на лечение, у меня начала лечиться. И она начала рассказывать про моего духовного учителя, пыталась сплетни мне рассказывать. Я встал перед ней на колени, говорю, вы, сестра, боги моего духовного учителя, вы старший человек для меня. Зачем вы разрушаете сейчас мою духовную жизнь? Вы реально считаете, что это правильно, то, что вы сейчас делаете? Я ей говорил. Она посмотрела на меня и говорит, считая, что я что-то не то говорю. Я считаю, говорю, что вы разрушаете мою духовную жизнь сейчас, а не просто не то говорите что-то. Потому что всё, что у меня есть в моей жизни, это мера моего наставника. И мне всё равно, какие у него есть недостатки. Через него действует Бог. Если я сейчас буду вас слушать, это ворота закроются, я стану несчастным человеком. У меня не будет возможности идти вперёд в жизни. Зачем мне нужна эта информация? Что вы хотите мне объяснить? Она говорит, я хочу, чтобы у тебя был другой духовный учитель, более возвышенный. Она ничего не поняла. Я говорю, вы, пожалуйста, найдите себе другого врача. Выйдите отсюда. Я не хочу больше с вами общаться. Я смиренно очень ей сказал это, покланялся ей. Пошёл под душ. Когда человек идёт под душ, он с водой можно смыть. Вот если только что пришла эмоция, она ещё не зашла глубоко в сердце, можно окунуться в водоём или под душ встать, и потом как будто бы это как во сне было. То есть не заходит глубоко. А? Что? Что? Когда проросла... У меня такое тоже было. У меня был случай, когда я всё-таки выслушал одного человека. Это был не мой духовный учитель, но очень возвышенный человек. И про него я выслушал сплетню. Я просто удивился. И пока я удивлялся, мне это всё вылили в уши. И мне понадобилось где-то год, чтобы восстановить свои отношения с этим человеком с помощью поклонений, молитвы. Я кланялся, каялся и думал о нём очень хорошо. И постепенно в сердце всё вернулось назад. Очень много времени понадобилось. Страшная вещь. Самая страшная сила, разрушающая жизнь, это когда ты реально слушаешь сплетни о старших духовно, через которых Бог общается с тобой. Веды объясняют, что духовно старших нет ничего особенного. Единственная их особенность заключается в том, что они являются представителем вашей совести и всё. Часто люди слушают лекции и говорят, о, это прямо для меня информация. Поймите, вот от меня лично это не зависит. Вы общаетесь со своей совестью сейчас, а я просто выполняю заказ. Я это делаю просто по наитию сердца. Я говорю о том, что для вас актуально. Всё. Я просто служу совести и всё. Я стараюсь честно по совести. Но так как совесть — это одна и та же у всех, совесть — это представительство Бога. Это фактически Господь сам находится внутри нас. Его называют в разных писаниях по-разному. Вот совесть — это нам известное слово, да? Есть понятие такое «сверхдуша». То есть Веда объясняет, что в сердце есть душа, а сзади за ней находится сверхдуша. Сверхдуша, она даёт человеку память о святости и забвения. Она даёт человеку возможность чувствовать истину. Она даёт человеку радость и счастье, а также страдания. В ней страдания нам дают наши грехи, но сверхдуша позволяет страдать. Но сверхдуша даёт нам счастье, когда мы занимаемся духовной практикой. Она даёт нам силы и энтузиазм. Она даёт нам веру. Она даёт нам концентрацию внимания. Она даёт нам знания о будущем и о прошлом. Человек может иметь знания о будущем и о прошлом, если он верит в свои совести. Если человек духовной практикой занимается, у него есть чувство будущего и прошлого. Совесть даёт знания о людях, о других. Если ты сильно сосредоточен, ты можешь очень много о людях понять. Но есть одно правило. Если ты по-доброму к людям относишься, тогда ключ к их характеру открыт. А если ты по-злому к ним относишься, то сразу всё закрывается. Ты не можешь понять ничего. Доброе отношение к человеку раскрывает. Человека злое закрывает всё. Если ты не хочешь служить людям, тогда ты о них ничего не узнаешь. У меня ребята учатся тонкому видению. И многие тормозят конкретно на месте годами. И они спрашивают, почему я не могу развиваться. Я говорю, есть только одна причина. Ты не любишь людей. Я ответил на ваш вопрос, какая самая большая опасность в жизни. Давайте разберём ситуацию, когда человек вообще не готов развивать свой разум в соответствии с этой запиской. Почему люди, родственники, не хотят работать над собой? Есть несколько причин основных. Первая причина. Люди чувствуют, что у них нормальная, хорошая жизнь. Когда человек живёт, ему хорошо, как в мультике, там был кот такой, маленькие ножки, толстый такой, попугай. И попугай говорит, на Таити, на Таити, полетели на Таити, кот говорит, не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят. То есть, не надо на Таити, здесь хорошо. Ну то есть, если человек живёт вот в этом сне комфорта и достатка, вот в этом сне, если человек находится, то никакого духовного знания в его сердце не войдёт, потому что нет смысла, нет необходимости. этот сон души, самое страшное проклятие, которое может быть. Если человек проклят на духовную жизнь, то есть один только хороший способ его проклятия. Дать ему материального достатка столько, чтобы он никогда не проснулся. Вот это и есть самое большое проклятие. Самое большое благословение это дать человеку трудности в жизни, которые развивать будут его. Не сломают, которые его будут развивать. Следующее препятствие на пути духовного развития это когда человек наполняется не тем знанием. Есть знание, идущее от Бога, от сердца. Это знание воскрешает духовную жизнь. Оно окрыляет человека это знание. Оно даёт человеку желание менять себя, работать над собой. А есть знание, которое подпитывает гордость просто. И есть люди, которые напитали гордостью своё знание, и если они приходят на такие лекции, вместо того, чтобы смиренно слушать. Вот интересно знать, что те люди, которые занимаются духовной практикой, они сами любят смиренно слушать лекции. Понимаете, здесь нет как бы различия. Кто будет смиренно слушать? Я или вы? Разницы нет. Но человек, который наполнился знанием неправильно, он не может смиренно слушать. Его психика сопротивляется каждому слову. Он говорит, ну это я знаю, а это я знаю больше, чем он, и так далее. То есть человек постоянно сопротивляется, то есть он нахлобучен знанием каким-то, которое не даёт ему развиваться духовно. и разум его наполнен гордостью такого человека. И шансов у него нет победить свою судьбу. Был такой случай интересный в Индии. Один очень возвышенный святой жил 500 лет назад. И у него был ученик, который очень много ведических писаний отредактировал, составил, то есть необычная душа. Его звали Джива Гасвами. И у него был духовный учитель, очень возвышенная личность, очень возвышенная. И он блестяще знал ведические писания. И в те времена были люди такие, ну, такие полусумасшедшие, которые изучали ведические писания с целью показать свою учёность. И они, эти люди, вызывали всех на спор, на духовный спор. Но этот спор проводился без оскорблений, то есть в такой духовной беседе. Но потом, после спорта, надо было подписать грамоту, что ты считаешь меня своим учеником, как бы я лучше знаю ведические писания, чем ты, как бы, и вот моё знание правильно, а твоё нет. И к этому учителю духовному, вот это вот Джива Гасвами, его звали учителя Рупа Гасвами, к нему пришёл такой бандит, спорщик такой. И он пришёл к нему и говорит, я хочу тебя вызвать на спор, в котором мы решим, кто из нас больше знает истину. И тот посмотрел на него и говорит, я готов сейчас прямо подписать бумагу, что ты больше знаешь истину. Конечно, ты уважаемый в семье человек, и ты больше знаешь истину, я знаю меньше, давай я подпишу. Тот говорит, ну подпиши тогда. он подписал эту бумагу, тот вышел и говорит ученику, ну вот видишь, как бы ты учишься у человека, который не знает истину, смотри бумагу. И для ученика это было очень жутко как бы слышать, он очень смиренно сказал ему, уважаемый господин, мой духовный учитель высочайшей степени смиренный человек. Он никогда ни с кем не будет спорить. Для него знание не является тем, что надо кому-то доказывать. Для него знание является дорогой к Богу. Поэтому, пожалуйста, не считайте, что эта подпись возвысила вас. Скорее, наоборот, вы его не поняли. И тогда этот человек впал в гнев. Он сказал, как ты смеешь ребенок так со мной разговаривать? Какие у тебя есть на это основания? И тогда этот юноша сказал, если вы считаете, что вы действительно знаете больше, чем мой духовный учитель, то, несомненно, вы также знаете больше, чем я. Поэтому, я предлагаю вам, смиренно прошу вас пообщаться со мной в абсолютной истине. этот маленький, то есть молодой юнец, там было 16 лет, он сел беседовать об абсолютной истине с этим известным, известнейшим таким великим пандитом. И обычно такие беседы, они длятся, пока кто-то не признает поражение. Это может проходить несколько суток без еды, сна, ну, то есть идет постоянно беседа, постоянный диалог, и они выясняют, кто из них больше понимает абсолютную истину. Этот диалог длился семь дней непрерывно между этим юношей и этим великим спорщиком. И ни один раз за все семь дней этот великий спорщик не смог победить в беседе этого юношу. Этот юнош великолепно знал все священные писания, у него сердце было чистое, и он понимал истину очень глубоко. И этот человек был разбит полностью, он разорвал эту бумагу, потом упал на колени перед этим сначала юноша, потом перед этим его наставником и ушел в изможженном состоянии, почувствовал себя разбитым. Его ложное эго было разбито полностью. Поэтому вот это ощущение, что я все знаю, оно не помогает в жизни. Наоборот, когда человек духовно развит, он чувствует себя очень грешным. Самые великие святые, они чувствовали себя очень грешными. Они, если к такому человеку прийти, общаться, к возвышенному человеку, он скажет, почему ты ко мне пришел? Я простой грешник. Выбери себе какого-то достойного человека вместо меня. Если вы услышите такие слова от священника, это значит, что он очень возвышен. Потому что путь к возвышенности такой. Сначала человек чувствует себя очень хорошим, порядочным человеком. Это значит, что он про себя еще ничего не знает. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, он вдруг обнаруживает, что есть люди гораздо лучше, чем я. Это для него становится серьезным открытием. Потому что большинство людей вообще считают, что святых нет. И они в интернет пока по поводу каждого щита святого находят тысячу всяких сплетен. Человек начинает чувствовать чистоту в других людях. Это первая стадия погружения в себя. Следующая стадия погружения в себя, когда человек чувствует, что у него есть реальные недостатки. Он в этот момент обнаруживает, что он очень плохо себя вел с близкими любви. То есть начинается прозрение. То есть он прозревает, он чувствует, что действительно он как бы должен сильно работать над собой. Это идет на фоне сильного энтузиазма душевного. Это состояние ощущения себя греховным не означает пессимизм, сниженная оценка чувства собственного достоинства, как некоторые психологи говорят. А зачем нужна сниженная оценка собственного чувства собственного достоинства? Это не сниженная оценка, это протрезленная оценка. Потому что когда человек чувствует свои недостатки, у него есть оптимизм работать над собой, у него есть энтузиазм, есть вера, есть вера в святость, то ощущение, что у меня есть недостатки, сопровождается большим чувством собственного достоинства. Я как бы больше радуюсь себе за то, что я это открыл. Человек не ущемлен в этом состоянии, он радостен, он счастлив, что он узнал о себе больше. Это не сопровождается подавленностью чувства, подавленностью сопровождается, когда человек самобичеванием занимается. Это тоже вид самооправдания. Я такой падший. Один ученик подошел к своему учителю, я такой падший, я такой падший, я самый падший. Он ему начал говорить. Учитель посмотрел на него и говорит, слушай, успокойся, успокойся. Ты не самый падший, ты просто падший и все. Самый, я самый, то есть я могу самым возвышенным быть или самым падшим. Так работает эгоизм просто и все. Ничего общего это с духовной силой не имеет. Когда человек работает над собой, он не будет хвастаться своими грехами. Будет ему стыдно о них вспоминать даже при людях. Итак, вот эта идея, что я должен чувствовать себя комфортно, что я самый обаятельный и привлекательный, эта идея неправильная. Человек должен трезво знать свои недостатки. И это больно чувствовать свои недостатки, это является объемом работы. Если кухня грязная и мы делаем бимп, что она чистая, моя кухня чистая, моя от этого чище не становится. И когда на кухню заходит посторонний человек, он говорит, слушай, что у тебя кухня такая грязная? Нет, у меня кухня чистая, чистая. Понимаете, так некоторые аспекты современной психологии работают, понимаете, то есть просто голову в песок называется. Есть в ведах такое сравнение, вот как люди часто не хотят замечать свои недостатки. Это сравнивается со страусом, который бежит от тигра. Тигр это судьба, а страус это ум, который не хочет видеть свои недостатки. И тигр как бы бежит за страусом, страус чувствует, что тигр настигает, ему страшно, и он засовывает голову в песок, смотрит, никого не видно. Понимаете, но тигру не нужна голова страуса. То, что ему нужно, это объемное и вкусное находится снаружи. Поэтому убегать от себя не способ жить. Нужно честно понять, что кухня грязная. Честно понять, это как ты начинаешь мыть кухню и сразу радость возникает. Вот самая большая радость жизни это мыть кухню, понимаете, свою, кухню своей жизни. Когда ты ее моешь, то эй, товарищ, больше жизни. То есть сразу жизнь прекрасна становится, что ты хорошим делом занимаешься, потому что именно эта грязь сердца, она мешает тебе мир хорошо видеть. Когда ты отмываешь сердце, мир становится прекрасным, краски становятся яркими, ты радуешься жизни, видишь людей вокруг себя, столько красоты ты начинаешь видеть вокруг, столько радости и чистоты. Чтобы тело и душа были молоды. То есть молодость это не означает, что мало лет. Молодость это чистота сердца, потому что с возрастом постепенно количество тяжелых судьбы, оно с возрастом сгущается. Время так действует на грубое тело, тело просто стареет от времени. А на ум, на тонкое психическое тело, время тоже его толкает к старости, но это тонкое тело не может стареть. Просто с возрастом в тонкое тело влетает все больше и больше трудностей из глубины сердца. И поэтому крючит пожилых людей, судьба их сгибает. Почему их судьба сгибает? Потому что больше экзаменов. С каждым днем человек испытывает все больше и больше экзаменов должен сдавать в жизни. Поэтому количество молитвы с возрастом должно расти. Работа со своим сердцем с возрастом должна расти. Если человек не работает в своем сердце, а ему уже 50 лет, то тогда столько хлама накапливается, что жизнь его так давит, что у него все разрушается. Работа, семья, все рушится в жизни непросто. Почему? Потому что невыносимо с таким человеком жить, у которого много хлама в сердце. Постоянно ходит скулит, гнусит, все плохо. Как можно жить с таким человеком? Очень трудно. Духовно развитый человек, конечно, может жить, но в основном люди не духовно развитые, они не выдерживают, уходят. Человек остается один. Почему? Потому что он не занимается сердцем, не очищает сердце. Мы чистим зубы, мы не знаем, что из сердца воняет больше, чем от зубов. Бывает, с человеком рядом даже стоять невозможно. Так? Настолько как бы воняет из его сердца, настолько плохо сердце пахнет его. Так надо чистить сердце, значит, а сердце можно чистить только с помощью молитвы. Итак, люди, которые начитались разных книжек, они не работали над сердцем, они просто теоретически все изучали. Они наполняли свой ум. Разум наполняется только поступками. Нужно действовать. Молитва, ранние вставания, помощь другим, прощение, служение близким людям, забота о нищих, забота о птицах, забота о природе. Все это деятельность разума. Это делает разум сильным и характер счастливым. Но когда человек просто читает и это не воплощает жизнь, он имеет это я знаю, это я тоже знаю, это еще пока не сейчас узнаю. И все это знание идет в гордость. Человек слушает лекцию, говорит, ну, это я все знаю. А цель лекции не в том заключается, чтобы ты это узнал. у меня люди на лекцию ходят уже много-много лет, одни и те же. И я говорю одно и то же на лекции. Они ходят, чтобы вдохновиться. После лекции их жизнь возрождается. Я также своего наставника одни и те же лекции слушаю. Мы читаем одно и то же священное писание. Зачем? Чтобы вдохновение, чтобы радость в сердце пришла. Вот самая ценность большая, а не то, что ты много информации там знаешь всякое. В этом нет смысла. Что толку ее знать? Информация должна вдохновить сердце, должна наполнить его силой, заставить жить по-другому. Вот в чем смысл знания. А не в том, чтобы я знаю это, это я знаю. Ну и что ты знаешь, что дальше? Итак, эти люди считают, что они знают, но они ни во что не верят. Знание это сила, соединяющая разум человека с источником счастья. Если разум с источником счастья не соединен, знания нет. Это самообман. Если нет вдохновения жизни, нет веры, нет желания работать над собой, знания тоже нет. Это просто иллюзия, мираж в пустыне. человек, который бежит за изучением такого знания, познавательного знания, которое не меняет его жизнь. Ведах его сравнивают с оленем, который в пустынях, есть олени такие, которые в Раджастане, пустыни, они как бы часто погибают от жажды. Олень, он как бы, он глупое животное, он смотрит, видит мираж, как будто там озеро какое-то, он в пустыне бежит к этому миражу, потом смотрит, вот там оказывается озеро, и туда а там пустыня просто, там нет, это просто мираж. Все, что это значит? Это значит, что он погибнет, этот олень. Так и человек, который просто читает разные источники знаний, разные священные писания, просто читает для того, чтобы всем сказать, а я это знаю. Этот человек как олень, который бежит в пустыне за тем, что не дает воды. Вода в ведах сравнивается с истинным знанием, которое наполняет сердце, насыщает сердце, дает энтузиазм в сердце, дает силу в сердце, дает веру, ощущение победы. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ну, то есть сила у человека появляется, понимаете? Он все сможет, он клятвы не нарушит, он выполняет свои обязанности. Есть еще один тип людей, которые не приходят к работе над собой. Первый тип людей, это просто люди, которые живут в луже счастья в своем, булькают в луже счастья. Нас все хорошо, нас здесь неплохо кормят. То есть они просто у тебя все хорошо, кроме меня все хорошо, но все хорошо. То есть не надо ничего знать, они просто булькают в луже счастья. Дальше второй вид людей, это люди, которые много знают и не хотят работать над собой, потому что они все знают. Чего им работать над собой, если они все знают? Вот. Есть третий тип людей, это сомневающиеся. Сомневающие это люди с ленивым сердцем. Им легче как бы может быть это и так, а может быть и нет. Ну то есть им трудно проверить, то есть чтобы понять так или это или не так, ну возьми вставать пораньше, начни вставать пораньше и проверишь хорошо это или нет. Кто вчера встал, сегодня встал рано утром первый раз? Вот девушка встала. Ну-ка скажите, вам понравилось, легче стало? Ну вот видите как хорошо. это же здорово. Рано утром человек встал, ему хорошо. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у бород. Ты увидишь, ты услышишь, как веселый барабанчик в руки палочки киновые берет. Не спи, вставай кудрявая в цехах звенья. Страна остается славою навстречу дня. Нас утром встречает прохлада, нас ветром встречает река. и так далее. Ну то есть, видите, это песни утренние, они вот это утренний мотив, вот этот, утренний мотив. Это что такое? Это энергия счастья. Птички поют с утра, солнце восходит. Ведах знания сравнивается с солнцем, а невежество со тьмой. И поэтому все песни о восходе солнца, они символичны, они указывают на то, что рассвет в жизни человека наступает. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет. Есть такая молитва ведическая. Древняя такая молитва есть, она дает определенные знания, как победить судьбу. Такая молитва. Асат ом асат гам ая там асо ма джо тир гам ая мрит тир мам мрит ам гам ая ом ом означает связь это вибрация, которая связывает с истинной человек. Она заканчивается, молитва этим звуком начинается, заканчивается. Асато ма садга моя. Асато означает бренное, что-то бренное. Нет как бы нет в этом смысла. Асато веды сравнивают нашу обычную жизнь, на работу, с работы, покормить детей, школу отвезти. Ну, то есть, в этом нет будущего. Это просто для сегодняшней жизни. Мы просто поддерживаем жизнь. Это бренная жизнь, в ней нет будущего. Это не действует на будущее. Будущим это все не поможет. Асато ма сад гам ая. Что такое сад? сад означает вечность. Если человек начинает думать о вечности, если он думает о будущем своей жизни, о том, что ему в этом теле не всю жизнь жить, что дальше будет следующая жизнь, а что я в ней буду делать, кем я буду, я ничего не знаю об этом. Если человек начинает думать о будущем, тогда это сад, стремление к вечности. Когда человек со святым человеком контактирует, он кланяется, кланяется. Я хочу тебя понять, я хочу быть таким же, как ты, я хочу выполнять твои наставления, я хочу почувствовать твой свет, твою чистоту, почему тебя считают святым, я хочу тебя понять, я хочу тебя понять. Он кланяется, 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 плачет в сердце. В потом раз чистота этого человека в сердце приходит. Вместе с ней приходит чувство вечности. Человек начинает понимать, что эта жизнь, в которой он живет, она скоро закончится. А потом будет следующая. Он начинает чувствовать эту следующую жизнь. Что она за все придется отвечать там в следующей жизни. Поэтому надо сейчас уже, сейчас уже менять свою жизнь. Сейчас работать над собой. Сейчас очищать свое сердце. Контакт с святым человеком дает такой результат в сердце. Сердце крыляется вот желанием все поменять в жизни. У кого это желание появилось? Кто из вас почувствовал в молитве святого человека сегодня или вчера? Согласны, что это так работает? Вечность чувствуешь. Чувствуешь победу над судьбой. Асатома, садга моя. Сад также, слово сад означает древневедической культуры святость также. Иногда слово сад прибавляется к человеку. Ну, то есть, титул как бы духовный дает человеку слово сад еще добавляет. Сад читананда. Итак, асатома, садга моя. Святостью побеждается обыденность. Когда мы просто живем, не задумываясь о вечном, это побеждается святостью. Тамасо, маджотир гамая. Тамасо, тамас означает тьма. Тьма в человеческой жизни означает отсутствие знания о душе, что я вечную природу имею. Отсутствие знания о том, что за все придется отвечать. Отсутствие знания о том, что есть бесконечно чистое, возвышенное и радостное счастье. Я разок в святом месте иду, смотрю, идет человек с бревнышком. Такой человек невысокого роста, с бревнышком, идет радостной походкой. Спрашиваю, зачем он идет с бревнышком? У него такая аскеза, понимаете, чтобы не расслабляться, он бревнышко таскает постоянно. Он треченный человек. Идет с бревнышком, чтобы не расслабляться, чтобы тело не ленилось. Смешно, да, каждый, ну зачем с бревнышком ходить? И когда я увидел его глаза, я увидел его глаза, его взгляд был острым, сильным, радостным, смелым, вдохновенным, чистым, смиренным, великолепным, вдохновляющим сердце, заставляющим сердце жить. Я увидел его взгляд, и этого было достаточно, чтобы мне понять, зачем он носит бревнышко. Если просто ради такого взгляда он носит это бревнышко, чтобы мое сердце возрадовалось так сильно, то этого уже достаточно. Бодрая и смелая походка, это походка в будущее, к будущей жизни. А наша походка, это походка в магазин за молоком. Он идет в будущую жизнь, этот человек, а мы идем просто внутри этой. мы не знаем, что такое будущая жизнь и не хотим знать, потому что наша жизнь обречена тамасо. Тамас означает тьма, отсутствие знания о душе, непонимание своей природы глубокой, что мы сотканы из любви, настоящей безвшего бескорыстия, настоящей вечности, настоящей чистоты. и именно отношение со святым человеком дает такое чувство радости и бесконечного счастья, которое секс даже отдыхает от этого счастья. Никаких сравнений не может быть. Состояние духовного транса в тысячу, в тысяч раз больше приносит радости, чем самое большое счастье, которое люди испытывают в половых отношениях. Это бесконечно больше, понимаете, это бесконечно и бесконечно больше счастья от этого человека испытывают. Тамасома джотер гамая. Джотер означает свет. А свет в древней культуре переводится только одним образом. Свет означает знание. Просветляет человека только знание. Если вы говорите, а я много знаний уже узнал, но не просветляюсь, это означает, что вы не узнавали никакого знания. любое знание настоящее всегда просветляет, оно отрезвляет, оно дает другой взгляд на жизнь, оно дает другие перспективы жизни, оно дает возможность видеть мир по-другому. Ты начинаешь глубже видеть всех вокруг, начинаешь лучше понимать, что тебе делать в жизни, как тебе побеждать судьбу. В сердце появляется вера, радость, сила. Свет означает знание. обыденность жизни, тьма непросветная, алкоголизм, курение, наркомания, разврат, депрессия, злоба, жадность, зависть, ипотека. Все это побеждается с помощью знания. сердце освобождается от этих вещей. Человек становится хорошо в жизни, легко. итак, когда люди сомневаются, это означает, что их вера отравлена. Они хотят трудиться над верой, им не нужна вера, им лень работать, им легче сказать, а может это и не так, а может так, а может не так. У меня есть одно лечение, которое, ну то есть есть, я не хочу хвалиться, у меня есть методы, которые лечат неизлечимые заболевания. И одна пациентка, вот она уже взяла этот метод, уже все, ей начало помогать, но пока еще на тонком плане. Это не видно вот явным взглядом, это не видно еще. Первая любовь моя земная, утро моих глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Ну то есть человек не все сразу узнает, то есть нужно какое-то время, он еще не знает, чувство какое-то появилось, но он еще не знает. Эта женщина, она она походила, походила, лечение попробовала, у нас в клинике была, ну как бы забрала деньги назад и уехала, а у нее неизлечимое заболевание, а мы реально могли ей помочь. Я говорю, да вы что, зачем оставайтесь, давайте я бесплатно полечу вас. нет, она взяла деньги, собрала и уехала. Я не верю в этот метод, я говорю, ну проверьте, вера-то как бы проверяется поступком. Быть может ты на свете конечно лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Вот это правильное поведение. Ну как определить, вот мужчина хороший человек или нет. Вот женщине очень трудно, она боится за свое будущее, она сомневается, думает, блин, хорош, нехорош, хорош, нехорош. Как понять? Не надо беспокоиться, просто пообщайся, посмотри, не надо лезть в постель с ним, не надо целоваться, просто посмотри, пообщайся, походи, поразговаривай, и все, и поймешь все. Точно так же лечение, ну полечись чуть-чуть, посмотри. Но сомневающиеся люди, они проклятые, они могут смотреть, они сидят, что-то я не знаю, что тут такое, и уходят. печально. Нет силы, силы сердца, желания понять, нет, нет желания разобраться. Ну хорошо, здесь тебе не нравится, но иди куда-нибудь в другое место, там посиди, может там тебя пробьет. Где-то надо найти свое знание, невозможно жить без этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!